Основные настройки интернет-магазина Gridbox Store. Давайте разберем, какие здесь есть настройки, зачем они нужны, где отображаются. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, в админке сайта вы переходите в Gridbox, дальше вы переходите в магазин и вот здесь переходите в настройки. Дальше, основные. Вот эти все данные вы заполняете по их названию, телефон, адрес и так далее. Когда все данные внесли, нажимаете на эту галочку «Сохранить изменения». Где эти данные будут показываться? Эти данные будут показываться в письме при заказе. То есть, когда заказ оформлен с вашего сайта, вам, как администратору, будет приходить вот такое красивое письмо, как его оформить и как его редактировать. Это будет в следующих видео. Информация вся будет находиться, то есть главный тайтл и вот она, вся информация выводится в письме. То же самое письмо будет приходить вашему покупателю о том, что заказ создали с тем-то товаром и так далее. Вообще, все письма, которые будут приходить, например, по завершению заказа, то есть заказ успешно выполнен, все эти данные все равно будут вот здесь подставляться. Это правильно, здесь нужно указывать все реальные данные. Поэтому видео ставите на паузу и заполняйте все поля своего магазина. Ниже мы видим опции. Их давайте разберем на примере. Покупка в качестве гостя. Что это значит? Если вы хотите, чтобы человек быстро совершил заказ, минуя страницы регистрации и заполнение необходимых полей. Соответственно, вы не собираете данные об этом человеке, ни его имейл. Ну, опять же, на странице заказа, конечно, вы соберете данные. То есть, если фактически регистрация на сайте вам не нужна, во-первых, это упрощает заказ товара с вашего сайта. Это людям нравится. Никто не любит лишних вот этих регистраций. То есть, если покупка в качестве гостя отменяется, тогда регистрация будет обязательно. Как это работает? То есть, переключатель переключаем, нажимаем галочку, пункт «Успешно сохранен». Не забудьте, что в менеджер пользователей, в самой Joomla, вот здесь в настройках, регистрация должна быть включена. Разрешить регистрацию «Да», «Сохранить», «Закрыть». И с этого же браузера вы не сможете сами протестировать вот эти нюансы, пока вы сами на сайте по факту авторизованы. Это говорит нам вот эта шестеренка на фронтальной части сайта внизу. Кстати, многие спрашивали, как ее убрать. Это шестеренка редактирования страницы, то есть, быстро переход на страницу редактирования как администратора сайта. Вот эту шестеренку никто не видит, кроме вас, администраторов сайта. То есть, она не показывается. И чтобы протестировать какие-то такие опции, вам просто надо зайти на фронтальную часть сайта с другого браузера, где вы не авторизованы. Опять же, скорее всего, сейчас вы протестировать это не сможете, так как функция «Корзины» работает только тогда, когда плагин «Корзины» установлен у нас вот здесь, вообще на сайте. Об этом будут позже уроки, сейчас просто смотрите. Я просто зашел с другого браузера и попытаюсь нажать «Заказать», «Оформить заказ» без возможности гостя. Тогда вместо страницы оформления заказа я вижу вот такое вот всплывающее окно, где мне нужно ввести данные авторизации логина и пароля. Естественно, если этих данных нет, нужно нажать «Еще нет учетной записи» и зарегистрироваться на сайте. Упрощаем схему, включаем в качестве гостя, а вот этот ползунок переключаем, и прячутся другие ползунки тоже. Нажимаем галочку. Еще раз я захожу с другого браузера, захожу в «Корзину», «Оформить заказ». Так, давайте сделаем так. Здесь я уберу заказ, перейду в «Пицца», почищу кэш браузера. Чтобы вы тоже могли потестировать, очистка кэша браузера недостаточна, нужно очистить еще кэш в админке сайта. Опять же, плагин «Корзина» у нас еще с вами не установлен, поэтому просто смотрите в следующих уроках, дойдем до этого момента, и вы уже будете знать дальше, как действовать. То есть, смотрите, я оформляю заказ, и я сразу попадаю на страницу оформления заказа. То есть, последний шаг перед тем, как уйдет уведомление администратору сайта, что совершен новый заказ на сайте. Если мы включаем данную опцию, то здесь будет форма регистрации пользователя, чекбокс «Условия пользовательского соглашения». То есть, это тоже можно убрать, если это нужно. То ниже здесь нужно поменять на русский язык вот эти условия. И также здесь можно проставить ссылку, вот место решетки, на внутреннюю страницу сайта с вашими условиями. Где возникает вот эта ссылка, мы сейчас посмотрим. Также список желаний только для аутентифицированных пользователей. Это значит, если мы это включаем, добавить в желание товары могут только авторизованные пользователи сайта. О чем это идет речь? У каждого товара есть такое сердечко «Добавить в список желаний». Вот как раз это к этому относится. Если мы включаем, только зарегистрированные смогут добавлять в список желаний. Теперь, если все опции у нас включены, еще раз я очищу кэш сайта. Еще раз пробую оформить заказ. И тогда я вижу вот такую страницу «Купить в качестве гостя». То есть человек минует этот шаг регистрации. То есть мы предоставляем выбор нашему клиенту. Я думаю, это самый лучший вариант. Авторизоваться на сайте, если он ранее был зарегистрирован. Кстати, ссылку на регистрацию можно вывести через саму джуму, кто не знает. Это может быть нижнее меню или где-то еще. И еще нет учетной записи. Также позволит с этой страницы произвести регистрацию пользователя. Тогда возникает другое окно с самыми обычными полями. И вот это, видите, как раз на английском языке, где ставит человек чекбокс, соглашается с условиями вашего сайта. Вот как раз вот это, вот английские слова. И поменять ссылку вы сможете вот в этом месте. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц гридбокс на высшем уровне. Узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво, можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил, вот здесь вот информация, курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Продолжение следует...